Тютьково. Деревня Тютьково в Кольчугинском районе в 18 веке принадлежала семье боярина Дмитрия Пожарского, который стал главой 2-го народного ополчения и освободил Москву от польско-литовских оккупантов. Точных сведений по поводу происхождения данного топонима нет, поэтому в подобных случаях ученые строят определенные гипотезы. Помогают в этом обычно словари устаревших слов. Там можно найти такие слова, которые употреблялись раньше в речи наших предков и которые могли быть положены в основу названия тех или иных мест. В речи современных людей этих слов уже нет, поэтому и кажутся нам такие названия совсем непонятными. Так в словаре русских народных говоров можно найти слово тютек. Значений у этого слова несколько. В Тамбовской и Орловской областях так называли щенка, а в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля это слово зафиксировано как пренебрежительное по отношению к молодому парню. Скорее всего название деревни образовалось от прозвища человека. В нашем языке до сих пор сохранилось слово тютя. Так мы можем сказать о каком-то мягком человеке. Может быть соседи прозвали первого поселенца тюти или тютьком, а затем это прозвище перешло и на все поселение. Труженица. Это название пчелы в нашем регионе. Существительная труженица образована от глагола трудиться путем добавления суффикса ниц. Пчелы известны своим трудолюбием, ведь чтобы сделать всего один килограмм меда, пчеле требуется облететь несколько миллионов цветков. Именно за свое трудолюбие пчела и получила название труженица. Из боязни или из-за боязни. Предлог из и из-за различаются оттенками значения. Предлог из указывает на сознательный характер действия, а предлог из-за просто указывает на причину. Поэтому в сочетании со словом боязнь можно употребить оба варианта, но оттенки значения будут отличаться. Я пришел на встречу слишком рано из боязни застрять в пробке. И из-за боязни застрять в пробке. Однако в предложении «я опоздал из-за сильного дождя» замена предлога невозможна, так как сознательный характер действия здесь невозможен. Таргетолог. От английского «target» — цель. Это такая профессия. Специалист по таргетированной рекламе. Он определяет целевую аудиторию и направляет рекламу именно на нее. Для этого учитывают пол, возраст, интересы, доход, образование, географию и ряд других факторов. Таргетолог создает цепочки продаж, работает с трафиком, занимается ретаргетингом, показывает рекламу уже контактировавшим с сообщением людям. В общем, дело это требует подготовки и усидчивости. Есть специальные компьютерные программы, помогающие таргетологам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова